13 февраля 1945 года на остров Узидом в Балтийском море прибывают высшие руководители Третьего Рейха Герман Геринг и Мартин Борман. Гости такого уровня здесь впервые, прибывавшие в бешенстве, и есть отчего. За пять дней до этого визита, 8 февраля 1945 года, произошло ЧП на острове, на котором находится сверхсекретный военный объект Третьего Рейха. Никто, кроме посвященных, не мог даже догадаться, что в корпусах якобы не работающей электростанции создается страшнейшее оружие массового поражения. Уникальный объект – главный ракетный центр Третьего Рейха. Он появился на острове Узидом в 1938 году и получил название в честь ближайшей деревушки Пенемюнде. Гитлеровцы придумали здесь практически невскрываемую систему защиты полигона. Но обычному русскому военнопленному удалось раскрыть самый засекреченный объект, который не смогли обнаружить сильнейшие разведки мира. Как приговоренный к смерти узник, исхудавший до предела человеческих возможностей, смог лишить последней надежды самого Гитлера? Как секретные разработки Третьего Рейха оказались в руках советского руководства? 3 октября 1943 года с полигона Пенемюнде состоялся испытательный запуск ракеты Фау-2, которая поднялась на высоту 100 километров. А летом 44-го с острова Узидом взлетели первые боевые Фау-2. Их целью был Лондон. Гитлеру необходимо было показать союзникам по антигитлеровской коалиции, что он владеет абсолютным оружием, которое может их уничтожить. Гитлер анонсировал оружие, которое будет еще более устрашающим, чем Фау-2. И кроме этого оно будет способно перелетать океан. И ни одна разведка не могла достоверно установить, блефует Гитлер или его инженеры действительно на пороге очередного смертоносного открытия. От ответа на этот вопрос зависело многое. Найти ответ удалось изможденному узнику самого секретного лагеря, советскому летчику Девятаеву Михаилу Петровичу. Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года. Уже на второй день младший летчик Девятаев на своем И-16 участвовал в воздушном бою, сбив под Минском пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-87». 23 сентября 1941 года при возвращении с задания Девятаев был атакован мессершмиттами, в бою с которыми получил тяжелое ранение. После операции в госпитале последовали месяцы восстановления. По состоянию здоровья Михаила направили на учебу в глубокий тыл. Но долго сидеть в тылу он не мог и подал рапорт с прошением отправить его на фронт. После нескольких отказов ему все-таки удалось добиться своего. Он был отправлен в санитарную часть. Девятаев служил в 1001-м отдельном санитарном полку, на самолете У-2 выполнил 80 боевых вылетов на передовые посадочные площадки, вывез 120 раненых бойцов, доставил 600 литров крови и 1500 килограммов медикаментов и других грузов. Однажды Девятаев должен был забрать раненого генерала из деревни Пятихатки, чтобы срочно доставить в Москву. Подлетая к месту назначения, советский летчик понял, что деревушка занята немецкими танкистами, а санитарный поезд еще не прибыл. Развернувшись, летчик полетел навстречу составу, посадил самолет и вышел на железную дорогу. Поезд остановился. Это был огромный подвиг. Своим поступком он спас не одну сотню наших раненых бойцов и генерала в том числе. За этот подвиг он был награжден орденом Красного Знамени. Полтора года пролетал Девятаев на санитарном самолете. Вернуться в истребительную авиацию ему помог случай. После встречи в мае 1944 года с легендарным Покрышкиным он вновь стал истребителем. 13 июля 1944 года командир звена 104-го гвардейского истребительного авиационного полка старший лейтенант Девятаев в неравном бою в районе Львова был ранен в правую ногу. Его самолет был подожжен. В последний момент Михаил покинул падающий истребитель с парашютом. С тяжелыми ожогами в бессознательном состоянии был захвачен в плен. Не согласившись сотрудничать с немцами, Девятаев был направлен в лодзинский лагерь для военнопленных. Из воспоминаний Михаила Девятаева «Поезд прошел прямо на территорию лагеря. Еще из вагонов мы увидели длинную очередь изможденных и оборванных людей. Мы с ужасом смотрели на эту очередь скелетов, закутанных в лохмотье. Бывшие летчики стояли с алюминиевыми мисками и один за другим подходили к бочке посреди двора, из которой им наливали суп из воды и брюквы. Его не стали бы есть даже свиньи. Но и этой бурды плескали в миску, чтобы лишь покрыть дно». Увидев эту картину, Девятаев испытал не страх, а ненависть. В голове тут же родилась мысль о побеге. В каждом концлагере, куда отправляли Девятаева, он пытался бежать. Но каждая попытка заканчивалась неудачей. В итоге Девятаева, как зачинщика побега, приговорили к смертной казни. И его с группой смертников отправили в лагерь смерти Заксонхаузен. Но ему повезло. В санитарном бараке парикмахер из числа заключенных заменил его бирку смертника на бирку штрафника, убитого охранниками. Так летчик Михаил Девятаев, смертник, стал учителем из-под Киева Степаном Никитенко, штрафником. И в конце октября 1944 года его, в составе группы из полутора тысяч заключенных, отправили в лагерь на остров Узидом, где находился секретный полигон Пенемюнде. Из воспоминаний Михаила Девятаева. На острове Дьявола было много подростков. Их выстраивали вокруг зловещей многотонной ракеты и запускали ее. После этого местная медицина хватала мальчиков и проверяла их состояние, фиксировала у одного лопнули перепонки, у другого опалены глаза, третий лишился рассудка. Находясь в лагере, Девятаев слышал гул ракет и видел множество самолетов на посадке и старте, встречал тех, кто возвращался с космических испытаний. Мысль о побеге ни на секунду не оставляла его. Идея угнать самолет летчику показалась вполне рабочей. Нужно было просто как следует подготовиться. На свой страх и риск он самовольно прибился к бригаде маскировщиков, которые работали на местном аэродроме. Стал ближе к самолетам. Нашел единомышленников. Немецкое командование не рассматривало возможность побега узников по воздуху. Даже опытный летчик, летавший на самолетах других типов, не мог без подготовки поднять машину в воздух. Изможденные, не имевшие нормального питания узники, скорее всего, лишились бы сознания в самом начале полета. Поэтому считалось, любой, даже самый ценный предмет, находящийся в самолете, находится в безопасности. Именно по этой причине злосчастный для немцев Хинкель был нагружен ценными приборами и оборудованием. Девятаев сутки напролет думал о предстоящем побеге. 8 февраля 1945 года во время обеда сотрудников лагеря Девятаев с товарищами устранили конвоира. Девятаев запустил оба мотора самолета, дал указание всем подняться на борт и спрятаться в фюзеляже. После чего вырулил самолет на взлетную полосу. Прибывшие на Пенемюнде 8 февраля 1945 года Геринг и Борман были в бешенстве. Пропавший с острова самолет Хинкель-111 не просто современный бомбардировщик. Он содержал сверхценный секретный груз, о существовании которого не знал, кроме немногих посвященных, ни единый человек в мире. Документация и детали к неизвестным ракетам, которые, как надеялись вожди Третьего рейха, позволят немецкой армии вернуть свою мощь. Стараясь спасти свои жизни, немецкие офицеры пытаются убедить Геринга и Бормана в том, что похищенный самолет сбит над Балтийским морем, и этот нелицеприятный инцидент навсегда погребен на дне Балтики. А Девятаев уходит от преследования, берет курс на Москву, но, пролетая над Польшей, становится мишенью для советских зениток. Зенитный огонь пробивает крыло Хинкеля. Михаил Петрович, выбрав поле, сажает самолет. Девятаев рассказал многое об острове Узидом, дал точные координаты расположения ракет и самолетов. Ведь до сих пор союзникам не удавалось обнаружить и атаковать стартовые площадки, а запусков ракет было более четырех тысяч. Самолет, который благодаря Девятаеву попал в руки советским инженерам, был способен многое им рассказать. Во-первых, он являлся пультом управления Фау-2. А во-вторых, на его борту находились новейшие разработки немецких ракетчиков – радиомаяк для будущей ракеты и двигатель этой будущей перспективной ракеты А-9 дробь А-10. Эта ракета была уже многоступенчатая и была предназначена для преодоления океана, для поражения целей на территории Соединенных Штатов. Свидения о местоположении ракетного центра позволили избежать худшего варианта развития событий. Советское руководство владело соответствующей информацией и потому группа исследователей из СССР успела прибыть до возможного разрушения этого центра нашими же братьями-славянами. Ведь они понятия не имели о том, какую ценность для специалистов представляют оставшиеся здесь приборы, стенды, лаборатории и бумаги. Каждый советский военный, побывавший в плену, немедленно оказывался в фильтрационном лагере. Пока человек там находился, НКВД проверял непредатели перед ними. Так, Девятаев вновь оказался в Заксенхаузене, но уже под охраной родных – советских овчарок и конвоиров. В фильтрационном лагере летчик провел 8 месяцев, пока НКВДшники наконец убедились – предателем летчик не был. Немецкий бомбардировщик честно угнал, немцы его не поцелали. Но яд недоверия пронизывал жизнь Девятаева еще 12 лет. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1957 года за проявленное мужество и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны старшему лейтенанту Девятаеву Михаилу Петровичу присвоено звание Героя Советского Союза. Подвиг, который совершил Михаил Петрович Девятаев, заставил содрогнуться весь Третий Рейх, а Гитлер и Геринг объявили летчика своим личным врагом, ведь он так дерзко вмешался в их далеко идущие планы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. До новых встреч!